Фу, ребята, что-то пыкался, не танцевал сто лет, а тут, блин... Даро! Смотри, нравится? Мне нет. Вот так почта у нас России, скорее всего, работает. Смотрю вот на этих почтальонов, все такие миленькие, пухленькие, вроде бы немолодые все, но откуда у вас столько дури и фантазии, чтобы так уродовать посылки? В общем-то, получил три посылки, которые я заказывал с Алиэкспресс. Это китайская торговая площадка, кто не в курсе. Ну, давайте начнем с самой маленькой, самой целой. Да, я знаю, что вы очень любите спортивные водостойкие часы. Эти часы на данный момент стоят 900 рублей, поэтому будем исходить из этой цены и рассматривать их соответственно. Давайте смотреть, что у нас здесь. Ух ты! Ой-ой-ой-ой! Я, наверное, не с той стороны открыл, ладно. Давайте вот так все высыпем. Продавец тут подарков напихал. Какая-то типа инструкция. Не знаю, поролонка. Батарейку даже положили. Батарейку на случай того, если в этих часах, наверное, она будет севшая. Или она вообще может там отсутствует. Ладно, перейдем к этому попозже. Так, продавец положил подарок. Давайте посмотрим. Что это такое? Ух ты! Какая интересная вещица. Давайте примерим. Я так понимаю, это такая вот фенечка. Видел, на Алиэкспресс продают их. Опа! Вот так одевается. Короче, тут компас. Он даже рабочий, смотрите. Компас есть. Вот такая вот плетеная штукенция. Здесь у нас типа режущая что-то. Смотрите, режущий такой нож. Так, фокус. Есть ножичек вот такой металлический. Кто знает, напишите в комментариях, с чем ее едят и где ее вообще можно использовать. Ну, видел, продаются, да. Батарейку мы видели, давайте перейдем к самим часам. Вот такая вот коробка у нас идет. Написано спорт. Спорт, спорт и все. Спорт. Крышка с пластмассовой, с прозрачной верхушкой. Вот они наши часы. Типа Casio. Ну, очень похоже на Casio. Я не говорю, что это копия, но похож дизайн на Casio. И он мне нравится. Скажу я вам честно. Давайте достаем часы, посмотрим, что еще внутри здесь. Куча каких-то поролонок. Больше ничего нет в комплекте, кроме самих часов. Ну, давайте на них взглянем. Ну, часы, на мое удивление, даже показывают время. Смотрите, батарейка, значит, присутствует. То есть, продавец положил в комплект запасную. Ну, за это спасибо. Смотрим. Спорт ватч. Спорт ватч. Спорт ватч. Ватер резист. Да, эти часы у нас водонепроницаемые. Пишут, что до 30 метров можно в них нырять. Но с пометкой. Мы не советуем вам носить их на плавание. И, пожалуйста, не нажимайте кнопки под водой. А, еще не советуют купаться в этих часах в горячей воде. То есть, принимать ванну. Душ можно принять, конечно. Но ванну принимать с горячей водой они не советуют. Так как я предполагаю, что за 900 рублей здесь, ну, особо ни о какой водостойкости, наверное, речи идти и не может. В этих часах можно будет попасть под дождь. Помыть руки в них, да, с ними ничего не произойдет. Но, конечно, плавать и нырять я бы в этих часах не посоветовал. Качество исполнения видите сами. Видно швы на корпусе. Вот такие вот пресловутые шурупы. Корпус пластиковый. Ремешок глянцевый. Силикон, не силикон. Резина, не резина. Но грубая. На нижней части. Металлическая крышка также на шурупах прикрученная. Ну, собственно, и все. Часы имеют 4 функции. Функция показа времени. В двух вариантах. То есть, цифровом и стрелки. Также есть секундомер, есть будильник и показывает дату. Часы имеют 2 варианта времени. Это цифровое и аналоговое. То есть, стрелки. Для того, чтобы выставить время на стрелках, зажимаем правую верхнюю кнопку. И держим. Все. Стрелки начинают двигаться. И вот таким образом можно дождаться нужного момента. Отпустить кнопку. Все. Время выставлено. Для того, чтобы выставить время на электронном дисплее, нажимаем нижнюю правую кнопку. Держим. Вот. Произошел звуковой сигнал. И начали мигать цифры. То есть, выставляется время, перещелкивается вот этой кнопкой нижней, левой. Выставляется потом одно нажатие, одно нажатие переходит на минуты. И еще одно нажатие переходит в режим 24, либо 12. Вот такой вариант. Все. Для того, чтобы выйти, еще раз нажимаем на нижнюю правую. Для того, чтобы выставить дату, нажимаем кнопку мод. Переходим в дату и время. Также зажимаем нижнюю правую. Вот. Произошел звуковой сигнал. И, в принципе, то же самое, как и с временем. Также в этих часах, как я и говорил, есть секундомер. Он активируется в функциях моды. Переходим. Переходим. Вот. Секундомер активируется нижней правой кнопкой. Все. Начитывает миллисекунды и секунды-минуты. Для остановки нажимаем, опять же, на нижнюю правую. Все. Время остановилось. Для того, чтобы сбросить значение, нажимаем, держим. Так. Нажимаем, держим. Все. Сбрасывается. Есть, кстати, разные цвета. Там белые. Ссылка будет под видео на продавца. Можете перейти посмотреть. Блин. Ну, прикольно смотрятся, кстати. Кстати, очень даже интересно смотрятся. Вот так они выглядят. В меру толстые. Ну, не меньше, чем те же Casio. Смотрите. Давайте перейдем ко второй посылке, которая у нас вот в таком ужасном виде. Которую патч-стальоны жестко изуродовали. Ну, давайте посмотрим. Здесь, в принципе, товар, который я получил на обзор. Я его не заказывал. Опять же, получил с Aliprice. Aliprice.com. Ваш экономичный помощник для Aliexpress. Кто не знает, что такое Aliprice, ссылку оставлю вам подсказку вот здесь. Подсказку на видео. Я там рассказываю, как и что вообще такое Aliprice. Если будет интересно, можете посмотреть. Давайте посмотрим на этот товар. Вот интересный товар такой. Смотрите, что у нас здесь. Это от Aliprice. Вот такая брошюрка здесь. Китаец написал нам свой адрес. Свой e-mail даже написал. И номер телефона. WhatsApp. Короче, ладно. Это нам интересно, конечно. Но не вам. В общем-то, я понимаю, что вы все люди взрослые. Вроде бы имбецильные малолетки из моего канала поразбегались. Поэтому с полной серьезностью будем обозревать этот товар для взрослых. Сейчас я вам распакую и покажу. Почему я заказал этот товар? Потому что, ребята, я этот товар уже неоднократно заказывал. Ну, просили меня не один раз уже заказать такой товар с Алиэкспресс. Я как-то что-то, знаете, не снимал, обзора не делал. Думаю, ну его нафиг. Опять начнут хейтить. Писать всякую дичь. Типа, что ты снимаешь? Маши извращенец и все такое. Ну, тут на Липрайс выложили вот такой лот. Я думаю, да, блин. Если люди, спрашивают ли, если люди интересуются. Тем более у продавца, там продаж дофига. И вообще эта тематика такая ходовая оказывается. Думаю, да дай сниму людям, покажу. Мало ли кто-то захочет приобрести, но стесняется. Поэтому пофигу на ваши комментарии. Ну, я имею в виду хейтеров. Всех адекватных людей я уважаю и всегда отвечаю на их комментарии. Если кто-то пишет какую-то дичь, можете писать дальше по барабану. В общем-то, смотрим. Смотрите, какой здесь набор. По-моему, BDSM, что-то в этом духе называется этот набор. Что в него входит? Первое. Вот такая маска для лица, для глаз. Ну, такую маску вы, скорее всего, уже видели. Ее используют для сна. Одеваете на глаза, и вас солнце не будет беспокоить ранним утром. Если вы хотите поспать, к примеру, да-да-да-да, неизвестно до скольки, но вы пришли поздно и хотите выспаться грубо, да? Одеваете ее на лицо, на глаза, то есть и спите, не мешает вам солнце. Ну, использовать можно, конечно, в разных ситуациях. Вот есть такая в комплекте. Дальше. Дальше идет у нас вот такая веревка. Веревка. Так, как она тут разматывается? Ну, очень мягкая, кстати, приятная на ощупь. Такая нишкорябая тело. Это для связывания, там разные игры. Ну, кто взрослый, тот понимает, для чего эта веревка. Кто не в курсе, зайдите в Google, Яндекс, напишите BDSM, и все поймете, для чего это и как это использовать. Есть такая веревка, блин, сейчас даже размотаю, скажу вам, сколько здесь километров или метров. А, вот, язычок, сейчас. Сейчас я вам поверю, даже скажу. Короче, около трех метров вот такой веревки. Она очень, повторюсь, нежная, но она не тянется, такая мощная. Концы, видите, тут каким-то скотчем замотраны. Трехметровая вот такая веревка. Можно кого-нибудь связать и отшлепать. А, нет, не отшлепать, я думал, это плетка. В общем-то, вот такая вот фея-палочка, да, волшебная. Ну, это щекотить там, делать приятное, все такое. Приятно, кстати. Такое нежное-нежное касание. Пластиковая ножка. Это какие-то перья у нас. Прикольные, похоже, как какие-то птицы. Не знаю, что за птицы, но прикольные перышки. Идет вот такая вот волшебная палочка. Так, а, вот, кстати, вот она, эта плетка. Связать можно, погладить. А потом хуч-хуч. Это у нас кожа дермантин, кожа-заменитель. Ну, она, конечно, не используется, как действительно при пытках там, хлистать. А так, ну, для развлечения, опять же, говорю. Кто не в курсе, кто не шарит, можете зайти погуглить, так сказать. Такая плетка, ну, так, для прикола есть. Кстати, стоимость этого набора, я уже говорил, да, вам 800 рублей. Далее, у нас идут вот такие вот, я не знаю, как их называть, хомуты-не-хомуты, наручники-не-наручники. В общем-то, идет вот такая штукенция, это одевается на шею. Кто прикалывается там поиграть хозяина и в рабыню, либо наоборот, надеваете на шею. И можно там, я не знаю, вот в этом плане я, конечно, особо не шарю. Может, я что-то упустил, ну, еще жизнь длинная, может, разберемся. В общем-то, одевается на шею и такой ошейник. Так же мягкий снутри, снаружи, ну, тоже кожзам, да, кожзам. И идут две побольше, это для ног, я так понимаю, и две поменьше, это для рук. Они у нас на карабине, будем называть их наручниками, да, так же мягкие и пушистые. Далее, вот такая вот приблуда здесь идет. Вот я, честно говоря, видел, к продавцу заходил же, конечно, смотрел, что это такое и как это вообще. Вот такая штукенция. Ну, я так понимаю, это одевается, вот эти наручники одеваются на руки, эти наручники, на ножники одеваются на ноги. И каким-то образом там на спине можно все это скрутить, загнуть, защелкнуть, и все, останется у вас испытуемый бездвижен. Вот такая вот штукенция есть интересная. И что дальше еще? Так, давайте дальше посмотрим, что это такое. А, ну вот, все, все логически совпадает. Это поводок, это для ошейника нашего. Вот, вот такой поводок, но опять же он, конечно, не супер мощный, чтобы к собаке его привязать, да, и выдержать, выдержит он какие-то нагрузки. Ну, так, для прикола побаловаться подойдет. Есть такой даже ошейник, представляете, в комплекте крутая штукенция. Так, вот, шарик, вот такой шарик, выполнен из пластика. Ну, немножко пахнет китайской пластмассой, то есть надевается там на голову, засовывается этот шарик в рот. И для того, чтобы не задохнуться, видите, есть отверстие. Ну, это, конечно, не знаю, на любителя есть такая штукенция. И, я не знаю, вот это в комплекте или нет, может, подарок положил продавец. Вот такие вот штукенции, это, скорее всего, зажимы для сосков. Одеваются на сиськи, на соски, и все, прикольно звенит. Вот, вот таким образом, с колокольчиками, дзынь-дзынь-дзынь, штукинция вот такая. Кстати, если, ну, тут как, я бы не сказал, что прям сильно давит, ну, не знаю, как, конечно, на теле. Но если будет сильно давить, о, вот эти штучки сразу отваливаются, смотрите. Если будет сильно давить, можно подрегулировать вот так, чтобы неполное, неполное закрытие было, видите. Можно полную сделать, а можно неполную. Вот такие штукенции положил продавец. Ну, что скажу. В принципе, все годно выглядит за 800 рублей. Довольно неплохой комплект. Знаете, если есть желание поэкспериментировать, то вот возможность у вас есть заказать. Можно сказать, что у проверенного продавца все пришло, все отлично. По-моему, это подарок даже, не знаю, ссылку оставлю под видео, посмотрите. Если заинтересует вас, можете посмотреть. И давайте перейдем к последней посылке долгожданной моей, которую тоже очень сильно, блин, измяли. Это посылка стоимостью в 1523 рубля на данный момент. Короче, полторушку отдал. Смотрите, что с ней сделали. Какие-то китайцы, хотел сказать. Но, скорее всего, это не китайцы. Хотя китайцы тоже, я так видел ролики, как они пихают эти посылки. Ну, хотя же опять, они так упаковывают компактно, знаете, похоже на Тетрис. То есть, коробочка к коробочке, и там ничего не мнется. Это, скорее всего, у нас на почте. Где-то в России уже варварским методом тупо насыпью насыпали посылки, запихали ногой. И вот таким образом все получилось. Так, смотрим. Внутри, видите, просто пустая коробка. Ох ты, даже целое все. Посмотрите, как так случилось. Ничего не звенит. В общем-то, ребята, это стробоскоп на 180 светодиодов. Для чего заказал? Заказал, увидел у друга в доме такой стробоскоп. Ну, не такой, конечно, у него профессиональный стоит. И так понравилось моей жене это все. Говорит, блин, крутая штукенция. Я говорю, блин, давай посмотрим в Китае. Может, что-то есть? И вот, собственно, порывшись, нашел вот такой вариант. Давайте с вами сейчас рассмотрим. Стоило вообще эту вещь заказывать. И стоит ли она своих денег. Ну, как сказать. Я по обзорам вообще по чужим посмотрел. И думаю, для домашнего пользования это будет довольно неплохая вещь. Вот такая инструкция идет. Здесь идет, кстати, у нас пульт дистанционного управления. И рассказывается, сколько она потребляет. 35 ватт, RGB весит она 0,400 грамм весит. И вот 180 LED-ов у нас вот здесь. Окей, давайте смотреть далее. Ну, что могу сказать? По сравнению с чем? С рукой. Ну, не маленький. Не маленький, не маленький размер. Прям такой, прям серьезненький. Думаю, будет светить, наверное, хорошо. Так, сзади у нас никакого вентилятора. Это просто вентиляционное отверстие. Видимо, все это дело будет греться. Ну, будем тестировать, конечно, все проверять. На стробоскопе есть два вращающихся регулятора. Вот один даже OFF-ON срабатывает. То есть, два режима управления. Оранжевая крутилка, по идее, активирует реакцию этого стробоскопа на звук. Да-да, ребята. Я именно выбирал такой, чтобы он реагировал на звук. То есть, будет играть музыка, а он под музыку будет вот так вспышки света. Ну, потерпите, чуть-чуть потерпите, потом пойдем в конце протестим. Так, в общем-то, вставил я батарейки в пульт. И, смотрите, срабатывает у нас на звук. Синий регулятор. Это отвечает за интенсивность вспышки. То есть, я разговариваю, и музыка играет, и она вот таким образом будет подмигивать. Оранжевая кнопка отвечает за, ну, как сказать, чувствительность микрофона. Вот если сделать на минимальное... То есть, видите, на очень громкие звуки тогда реагирует. Если сделать максимально, вот так, на максимум. На максимум он вообще срабатывает практически на обычную речь. Далее. С помощью регулятора скорости мы можем добавить интенсивность срабатывания самого стробоскопа. Вот давайте на самый минимум я показывал, да, вот он подмигивает. Так, раз, раз. Если сделать на всю... Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вот так будет срабатывать под музыку. Блин, интересно. Далее. Есть шесть вариантов цветов. Сейчас давайте поставим зеленый. Нажимаем зеленый. Вот. Теперь у нас горит зеленым цветом. Оп-оп-оп. Классно. Белый. Нажимаем белый. У белого, конечно, с какой-то голубоватым оттенком, но я думаю, в общем плане будет казаться, что это белый цвет. Есть желтый цвет. Вот таким образом он выглядит. Есть какой-то фиолетовый, что ли, да. Фиолетовый есть цвет. Есть темно-темно-темно-фиолетовый. Но он больше похож на синий. Есть синий. Синий. Синий прям вообще очень синий. Я вас обманул. Есть еще красный. Вот красный не заметил. Красный вариант. Ну, я вообще-то хотел белый. Ну, кстати, можно делать мульти. Видите, вот такой посередине кнопка мульти. Сейчас мы ее нажимаем. И раз, два, три, четыре, пять. Если эта функция включена, то стробоскоп автоматически меняет цвета. Это, кстати, очень круто. Так, дальше. Можно чувствительность микрофона регулировать. Также, видите, есть минус, есть плюс. Сейчас у нас вот здесь стоит на максимуме. И срабатывает, видите, на каждый мой вздох, можно так сказать. Давайте сделаем поменьше. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот интенсивность уже уменьшается. Вот я говорю, и он практически не срабатывает. Только на самые громкие звуки. Классно работает. Давайте сделаем побольше. Ну, где-то так, да? Чтобы для теста нам можно было все это посмотреть. Максимально. Можно авто. Авто плюс. Давайте попробуем. Авто плюс. Ну, автоматически он будет сам, видимо, выбирать интенсивность и подмигивание, и срабатывание. Это очень крутая функция, потому что, ну, она, посмотрите, как круто светит. Офигеть. Класс. Так, кнопка микрофон, написано, что это саунд мод, то есть звуковой мод какой-то. Ну-ка, давайте посмотрим, что за звуковой мод. За что ты отвечаешь? Еще раз нажмем. Раз, два, три, четыре, пять. Так, непонятно. Ладно, это будем клацать при включенной музыке. Авто мод. Можно нажать авто. Ну, автоматически он просто, просто мигает очень сильно, постоянно, если скорость уменьшить. Ага. Автоматически отключается, я так понял. Я так понял, что отключается микрофон, и он просто будет автоматически моргать постоянно. Если мы включаем микрофон. Все, теперь срабатывает только на звук. Прикольно. То есть, можно даже без музыки и не под музыку включать, он будет автоматически у вас вот так вот подмигивать постоянно. Ну, что еще? Кнопка off-on, то есть, можно просто его выключить с пульта, если он вам надоел, да, или вы за столом сидите, потанцевали, сели за стол дома, да, просто его выключили, чтобы он не мигал вам. Если опять начали танцевать, опять включаем, и понеслась дискотека века. В общем-то, что могу сказать? Ну, моргает очень сильно, если глазом смотреть, то просто слепит. На камеру, по-моему, этого не видно. В общем-то, что, пойдемте переместимся в дом, сейчас я его повешу, дождемся темноты и протестируем. Погнали! Так, ну что, стробоскоп я закрепил, вот так на стену, и сейчас мы будем тестировать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Удачи вам, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok